Приветствую вас, смотрите, значит, первое, что хочется сказать, это то, что ваш муж, он действительно впадает в такое состояние аффекта, когда действительно не даёт себя чёрт в том, что делает, вот, я его сейчас не защищаю, я его сейчас не образовываю, я просто пытаюсь вам, значит, просто объяснить, да, просто объяснить, что происходит, вот, а для него это проблема, для мужа, безусловно, это проблема, потому что человек не должен себя так мести, вот, и тем более насилие использовать в своих наших действиях, но, если вы хотите сохранить брак, то вам нужно достаточно жёстко подойти к вопросу о дальнейшем будущем вашем. То есть, условно говоря, вам нужно сказать ему, что я тебя люблю, вот, но тебя я люблю больше, да, вот, как вы, собственно, и написали, вот, и что если он не прекратит так себя вести, да, то есть, если он не прекратит, допустим, применять насилие, крики-крики, это ладно, хотя бы просто применять насилие, да, вот, то вы, соответственно, с него уйдёте, вот, и скажите им о том, что вы не доверяете ему сейчас, да, только вот, вы не можете к ним общаться, вы не можете ему доверять, вы не можете чувствовать себя с ним свободно, вот, соответственно, до тех пор, пока он, например, там не пройдёт курс психотерапии, да, и не решит свои проблемы, вот. То есть, если вы действительно реально хотите спасти брак, то вам лучше действовать вот так, вам действовать лучше так. Вот тут, как бы, вот, вариант на самом деле один. Это первое. Второе. Что есть любовь, по вашему мнению? Вот вы говорите, что я люблю его. Что есть любовь? Что для вас такое любовь? Как вы понимаете любовь? Вы говорите, себя я люблю больше. Хорошо. А как проявляется эта любовь к себе? Если проявляется, как она проявляется? Как она выражается? В чём она выражается? Любовь к себе. Это важно. Дальше. А вы говорите, что он таким был всегда, но я думала, типа, что это из-за того, что мы живём с родителями, и поэтому он такой нервный. Хорошо. Может быть, действительно, он был таким нервным из родителей, но понятно, что его поведение вышло из родительской семьи. Это понятно. Но разве это повод применять насилие? Складно. А почему вы тогда, например, вообще с ним сошлись, если жили у родителей, жили у родителей, к примеру? То есть, ну вот, ситуация такая, да, что вы, это, нет возможности жить отдельно, допустим. Ну, нет возможности. Такое бывает, это нормально. Почему вы, значит, согласились жить с ним и его родителям? По какой причине? Это важный момент. Это важный момент. Смотрим. Какая штука. А по какой причине тогда вы его оправдывали? Это тоже важный момент. Дальше. Вы говорите. Я хочу сейчас спасти брак. Как вам так сказать? То, что вы хотите спасти брак, это замечательно, но брак не так спасает двое людей. То есть нельзя спасти брак в одиночку. Да не два-два человека. И самое главное, нужно, чтобы у вашего партнера была мотивация что-либо менять. А есть ли у вашего мужа мотивация что-либо менять? Не, мне вот почему-то показалось, что нет. Я могу, конечно, ошибаться, но мне показалось, что у вашего мужа нет мотивации что-либо менять, что-либо изменять. Что-либо корректировать. Что-либо корректировать. В себе. Понимаете, да? Далее, определитесь, пожалуйста, с целью. Поделитесь, пожалуйста, с целью. Зачем? Именно вам? Зачем и почему? Именно вам. Хочется спасти брак? Для чего? Для чего? Вам это зачем? Зачем? Вот. Дальше. Вы пишите. А я хочу. Подумать. Не связан ли это со мной. То есть ты его провоцируешь. Хочу убедиться в этом. В том, что ты не его провоцируешь. Я вам скажи так. Я вам скажи так. Я вам скажи так. То, что человек взрывается, это исключительно его личная ответственность. Его личная ответственность. Это не ваша ответственность. Это ответственность человеку. Это не ваша проблема. Это проблема человека, что он, например, вы можете говорить всё, что угодно, но это не поможет вас там, к примеру, бить и так далее. То есть исключать это ещё ладно, потому что не каждый человек сможет задерживать свои эмоции. Но бить вас, это не поможет. То есть никакого оправдания его действиям нет. Если вы хотите убедиться, ну просто может быть в силу того, что вы не знаете или не знаете чего-то, то вот я вам говорю, что что бы вы человеку не сказали, это не повод для него, это не повод применять насилие. Никаким образом. Вот. Абсолютно. Вот. Вот. Обратство заключается немножко в другом. Действительно ли вы хотите убедиться в том, что вашей ответственности нет? просто потому что, ну как бы, не хотите торопиться с разводом, допустим. Действительно ли вы хотите убедиться? Или здесь просто по сути идёт попытка рационализировать поведение, поведение своего мужчины, своего мужа. И глубинный страх, например, остаться одной без него, без семьи и так далее. Абсолютно. Потому что вы же, ну вы же для чего-то жили, вы же для чего-то терпели и терпите его поведение. Абсолютно. Абсолютно. Так можно ответить. По факту. Вам. Дальше. Как себя вести, чтобы убедиться, что либо вопрос ко мне, либо он просто не контролирует себя. Он себя не контролирует, это я могу вам сказать совершенно точно. Если хотите убедиться, да вы сами же убедились много, Вы говорите спокойно, он взрывается. То есть он взрывается не потому, что вы ему что-то говорите, а потому, что его что-то задевает. То есть у него какие-то проблемы есть. Понимаете, такая история. Вот. И как правило, как правило, причина агрессии заключается в том, что человек не чувствует себя в безопасности. Что человек как бы постоянно чувствует угрозу. Какую, какую-то. Ну угроза для себя, к примеру. Да. Угроза тому, что ему важно, потому что ему ценно. Вот. И так далее. А это неуверенность в себе. Вот что. Вы здесь не ответственны. Ни за счет. В принципе. Готовлю это принять. И готовлю вы не развести, а долиться от него. Это уже вопрос к вам. И на мой взгляд, на мой взгляд, если вы видите какие-то блоки в этом направлении для себя, то с этим нужно работать. Вот. Вот. Потому что позволять к себе относиться так нельзя. У этого есть свои психологические проблемы. А-а-а. Не проблемы. У этого есть свои психологические причины. Причины. Вот. Я не знаю, есть ли эти причины в вашем нет. Там еще, ну, наверное, будет с вами общаться и переследовать. Не хочу сразу навешивать на вас какие-то какие-то ярлыки. Вот. Но, как правило, как правило, такого поведения есть свои причины. Вот. Правильно, мой коллега порекомендовал вам по стать про треугольник Карпмана. Вот. Я просто апеллирую сейчас к тому, что вам нужно призвучиться к себе и определить, чего же вы все-таки хотите сам, для себя. Что вам все-таки нужно. Понимаете? Потому что, ну, вот нет у меня, нет у меня такого чувства, да, нет у меня такого ощущения, что если вот просто хотите убедиться. Если ты ударил, ну, ты без вариантов ударил меня, все. Ну, нельзя. Нельзя. Если ты меня ударил, все. Перешагнул границу. А вы почему-то это терпите. Знаете, есть какая-то причина. В причинах, как правило, кроется ваших желаний. Ну, то есть в том, что вы хотите. Свои желания нельзя идентифицировать. И удовлетворять правила. Чтоб вы не были зависимы от мужчин. И, опять же, практика показывает, что люди не случайно выбирают себе партнера. То есть вы не случайно выбрали себе такого мужчин. Это означает, что в его отношении к себе вы что-то получаете. Вот нужно выйти на число. И скорректировать. Скорректировать. Что для этого потребуется сделать конкретное, покажет более, значит, подробно работая с вами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали.